Это настоящие тайские вложки, самые дикие вложки, покримеренные на самуи сегодня. Бонусы всем подписчикам при покупке в самом дружелюбном магазине гаджетов makov.net. Ребят, доброе утро. Оно для нас началось в 8 утра. Мы встали по будильнику. Мы заедем всегда так на отдыхе. Мы стоим по будильнику, чтобы побольше всего посмотреть. В итоге сейчас 8, идем завтракать, потом идем, наверное, купаться на пляж, арендуем байк и поедем кататься. Пап-малей. Это круто. Здесь все номера такие, а не с Бобом Марли. И смотри, сейчас вам покажу, что здесь у нас. А, вот здесь у нас коньей. Люди сюда приезжают медитировать. Здесь комнатка, где у нас холодильник, вентилятор, кстати. А вот он наш балкон. Уже тнем. Здесь можно посидеть. А вот там наш бассейн. И тут, короче, 4 номера только занято. В итоге сейчас пойдем завтракать. И посмотрим вообще, какой здесь завтрак. Потому что народу в отеле мало. Сейчас уже начался не сезон сегодняшнего дня. С 1 сентября. И поэтому кормить должны плохо. Ничего, посмотрим. Ладно, ребят, погнали. Ну, а, кстати, вот из основной комнаты, из спальни, здесь еще такой предбойничек. Здесь сеточка. Можно посушить вещи. А здесь ванная комната. Браконно так все сделано. С обогревателем. Душ. На самом деле прикольно работает. Ну, вот. Такой пример. И смотрите, в номер еще дают салфеточки. И вот эту вот освежающую, вонючую штучку. Свечки, кстати, есть. А вот чем зажигать свечки? Нету. Ребят, ну, по факту получается, что здесь реально полный релакс. Потому что, ну, послушайте. Никого вагру. Здесь маленькая кафешка. Вчера сходили, поели. Такая семейная. И есть маленький магазинчик. В принципе, все. И дикий пряж. Сегодня вам все покажем. А еще у нас есть много антенн. Чтобы смотреть телек. Но у нас нету телека. Вот в чем все проблемы. Вот, смотрите. Так вот выглядит все на первом этаже. Ну, такой же номер. Только без балкончика. А здесь вот прикольный бассейн. Все вчера ночью поплавали. Можно ночью плавать, хотя написано до девяти. Здесь где-то есть еще семейные виллы. Они немножко побольше. Лежаки. Зонтики. И народу нет! Нет! Смотрите, как запалим интересно. Как павлин. Конечно, на завтраке нас ждал выбор из где-то 20 уже готовых таких сетов. Мы выбрали... Точнее, я выбрал жирные яички, сосиски и что-то еще. Вот. И повторюсь. Тут нет народа вообще. Это на самом деле полный релакс. Ну, только от фотоаппарата я отдохну. Наверное, завтра сегодня для вас поснимаю. А завтра будем просто наслаждаться отдыхом. Смотрите, вот. Тут вот наша дорога. По ней никто не ездит. Потому что она второстепенная. Находится вдали от всех. Вот. И приятная тайская мудочка. Там кто-то поехал. На мотике. Ладно, сейчас нам принесут. Завтрак, будем завтракать. Смотрите, какие ложки с вилкой. Прикольные. Как будто бамбуковые. Ананасик. И арбузик. Нам понемножку начинают приносить еду. Значит, смотрели, у нас получается 4 тоста, джем-масло, Сок, кофе, чайный выбор. Сок можно любой выбрать. Но молочко. Пока все. Вот. А в том домике, вон в том домике мы будем арендовать байк. И, скорее всего, получится без оригинала паспорта. Потому что на людных пляжах там только паспорт требуют. Потому что очень много народу берет, не возвращает ничего. Здесь, я думаю, будет все нормально. Потому что мы тут одни. Ну, одни из немногих. Вот здесь есть. Вот такой вот у меня завтрак. Коещницы и сосельдосы. Будем его притаять. Я начинаю понемножку просыпаться. Это хорошо. Ну, что завтрак нам понравился? Прикольно, так? Вкусно. Вкусный джем, вкусный. Вкусный тост, вкусные кассиски и все остальное. Смотрите, как красиво сделали. Еще переедемся, пойдем искать пляж. Вот, говорят, тут дикий. Ну, тут без лежаков, без людей. Никого там нету. Сейчас посмотрим, увидим. Но бассейн у нас очень кривый. Да будет свет в комнате Боба Марли. Опа. Вот так. И вот так. Что-то она просто не остановилась. Ну, ладно. Что-то, видимо, я не так сделал. Ну, вот. Я не умею их открывать. Как сделать-то, чтобы она остановилась? Ну, ладно, ребят. Фиг с ним, что-то у меня не получилось. Все. Надо теперь поваляться. Хорошо интернет работает. О, у меня, видите, даже напоминалка. Отпуск. Ну, кстати, прикольно. Интернет работает. Намного быстрее, чем в Бангкоке. Можно без проблем смотреть видосы на YouTube. А что еще нужно? Отдохнуть от народа и с интернетом. По-моему, вообще идеально. О, я уже скачу куда-нибудь на Матик поехать. 200 рублей в день стоит аренда. Ну, и на бензин, я думаю, что до СОСК в день у нас будет выходить. Здесь остров-то небольшой. Я думаю, весь объеден. Ну, и на бензин, я думаю, что до СОСК в день у нас будет выходить. Ну, а там, пока буду валяться смотреть свои видосы. Смотрите, ребят, какая красота. Вау. Это рай какой-то на земле. Это ништяк. Прикольная скамеечка. Вот такие домики еще есть. Какое приятное дерево на ощупь. Ну, короче, выдвигаемся на пляж. Сейчас пойдем исследовать. Кстати, а вот здесь будем оставлять свой байк на ночь. Вот здесь уже как раз тоже байки стоят. В отеле стоит, это, парк, по-моему, 400, нам сказали, бак. 350, да. А напротив у местных жителей 200. Вот. Вот так вот выглядит парковка в нашем отеле. Ой, отлично. Вообще никого нету. Супер. Вот там находится пляж наш. Ну, а мы пойдем его как раз исследовать. И берем вас с собой. Я так и представляю, что вот сейчас в этой камере сидит порядка 100 тысяч человек. Ну, может, 20 тысяч человек это посмотрят. Поставят жирные пальчики вверх. Было бы замечательно, потому что мы здесь в Таиланде, а вот там перед своими мониторами. Ну, смотри, какая красота. Прикольная дорожка. У нас пляж находится, ну, вот щетка минут 5, наверное, пешком. Даже, может, поменьше. Офигеть, как они так растут. Такие высокие. Жесть. А вот это вот обычный тайский дом. Здесь можно что-то еще прикупить себе. Детская площадка для тайских детей. Скорее всего, это может детский садик какой-то. А вот это еще вот один отель. Как называется, скажу потом. Пахнет тут какими-то слоновыми какашками. Вы скажете, Илюх, откуда ты знаешь, как пахнет слоновые какашки? Я был в зоопарке в московском. Видел и в цирке видел. Мы, кстати, в цирке, когда Соника выводили, он делал свои дела. И все ржали над ним. Ужасно, да? Вот поэтому мы в цирке не ходим. Ну что, Соник опозорился. Перед сегодня все смеются. А здесь, кстати, вход на наш пляж. Вы уже предвкушаете, да? Какой там пляж? Это настоящие тайские вложки. Самые дикие вложки. Покременные, наверное, на Самуи. Сегодня. Смотреть. Офигеть. Ну а, слушай, прикольно, смотри. Мы еще так этими камушками отделен. Вау, вообще. Ого, баунти. Офигеть. Вообще никого. Это свобода, ребят. Смотрите. Вообще. Вот это мы выбрали ништяк место. О, Сиамский залив. Да. Я это сделал. Прикольно. Прикольно такие штуки. Никого нет. Как будто пляж создан специально. Хотел купаться здесь тоже, знаете. Вот первый вид, потому что немножко отделен, да не знаю, рифами, или как это назвать, камнями. Вот сюда волны не доходят и немножко грязно. Вот. В этом все проблемы. Идем туда подальше. Там должно быть попроще. Эй, народ! Никого нету. Мы тут одни. Ищем место, где покупаться. Хотя вот здесь уже можно. Кристально чистая вода. Ничего, пройдем немножко подачи. Там вроде должно быть получше. Не, конечно, такой пряж мы прям не ожидали, что он будет совсем прям дикий. Не знаю, он выглядит совершенно круто. И никого народу нету. А-а-а, прикольно. Вон там всякие домики. Здесь люди снимают. Бывают приливы, бывают отливы. Вот здесь, возможно, можно купаться. Видите, там какие-то штучки плавают. Давайте посмотрим. Вода вообще просто наитеплейшая. Как будто кипяченая. Красота.